Всем привет! Мы продолжаем наш марафон видео на красивой этой природе, мы на куяльнике. И, конечно же, мы будем сегодня рассказывать про 8 важных факторов в продвижении сайтов. И это 8 ключевых моментов, которые, возможно, сломают ваш мозг, если вы смотрите наш канал впервые. Поэтому, если вы смотрите впервые, не забываем нажать на колокольчик и подписаться на наш канал, потому что на этом канале реально будет много всего интересного. А если вы нас смотрите часто, вы знаете, что меня зовут Николай Шмичков, а это... Улитовский Анатолий. И, конечно же, мы сейчас будем рассказывать про 8 важных факторов. Небольшой анонс, некоторые вы из них не знаете. Первое, про что я хотел бы рассказать, это намерения пользователей. Многие это игнорируют, поэтому они не могут получить результатов. Что они делают? Я вам скажу, к нам часто приходят веб-мастера, которые по много лет не могут получить органический трафик. Причем некоторые там 3-5 лет не могут получить. По одной простой причине. Они игнорируют намерения пользователей. Они создают даже классный контент. Действительно хороший, стоящий контент. Но он не соответствует тому, что хочет видеть пользователь. Поэтому важно на первом этапе изучить именно намерения пользователей. К примеру, если вы хотите написать какую-то статью по какой-то новой теме, посмотрите, что пользователь хочет. Может, он хочет получить ответ на вопрос, как это сделать, как бросить пить, как бросить курить, как читать быстро. То есть, посмотрите, что именно хочет он узнать. Или, возможно, он хочет узнать какой-то список. То есть, одеть лучших продуктов, которые кушать утром. Как быстро похудеть. То есть, методы похудения. Изучите намерения пользователей. Потому что многие создают классный контент, но он не соответствует тому, что пользователь ищет. Соответственно, они переходят, уходят. Им это неинтересно. И Google это, соответственно, не ранжирует. Как это сделать? То есть, вы по вашим ключевым словам просто зайдите в Google, в Яндекс и посмотрите, какой контент ранжируется. Это вам даст идею, что хочет видеть пользователь. И после этого, когда вы собрали намерения пользователей, уже только тогда переходите к созданию контента. Многие пытаются продвинуть коммерческий контент по каким-то информационным ключам. Это тоже не делайте. Это не работает. Намерения пользователя необходимо включать первоочередно это в title. И description. То есть, это там информация, где люди первоочередно читают. Я вам скажу, 80% людей не открывают контент, потому что он не соответствует title или description. Здесь важно первое, что сделать, написать информацию, которая будет соответствовать вашему контенту. Мы поэтому создали этот калькулятор качества title. По одной простой причине, потому что многие не кликают. У вас может быть классный контент, полезный контент. Но если вы неправильно написали title или description, люди просто об этом даже не узнают. Они на него банально не кликнут. И многие заходят в Google, Яндекс. Они смотрят выдачу. Они сканируют результаты и принимают решение. Вот знаете, кликнул на вот этот сайт, на вот этот сайт. Потому что это соответствует их намерению пользователей. А title необходим для того, чтобы дать какую-то пищу, почему ваш контент необходимо открыть. Вы должны дать серьезную причину, почему вот ты должен открыть эту страницу. Ты должен это посмотреть. Поэтому мы и создали наш веб-сайт, аудит, который сканирует сайт полностью, проверяет полностью. Все title и description показывают их процентное соотношение. Что необходимо улучшить, где у вас проблемы. И второе, он должен соответствовать полностью намерению пользователя. То есть это должен быть либо ответ на вопрос как. Либо это список каких-то методов продвижения. То есть либо это какой-то коммерческий продукт. То есть вы не пытаетесь на информационный вопрос дать какой-то коммерческий продукт. Информационный запрос это очень классные методы продвижения. Потому что вы охватываете все воронки продаж. И люди переходят, узнают о вашем продукте. Я вам скажу сегодня, люди покупают. После того, как они встретили ваш бренд, минимум 7 раз. То есть они должны вас повстречать в социалках, в каких-то других местах. И только тогда они могут купить ваш продукт. Ну мы переходим к следующему вопросу. Ну все верно. Title является основой для продвижения сайтов. И в принципе правильно, что это важный первый фактор. Но он приводит к неприятным последствиям. Люди начинают собирать семантику. Собирают вот эту всю мелкую низкочастотку. И могут под них создавать пустые страницы, в которых нет никакой ценности. Либо могут идти дальше и наполнять, насыщать страницу ключевыми словами даже там, где это не нужно. Яркий пример это перенасыщенные текстами подвалы сайтов страниц с интернет-магазинов, например. Где под подвалом находится просто куча ненужного текста, который никак не ранжируется. И поэтому текст, который создается таким образом, фактически создается только для каких целей? Для SEO. Целью манипуляции поисковых систем. Но Яндекс и Гугл уже давным-давно борются с теми текстами. Да, кое-где безуспешно. Кое-где они эти моменты игнорируют. Но они борются. Гугл вводит свои фильтры. У Яндекса свои фильтры. Гугл вам об этом не скажет. Яндекс вежливо напишет в вебмастере, что у вас переоптимизация, вы перестарались и нужно от текстов избавляться. Но во всех случаях это все черные методы, которые до сих пор живы и до сих пор используются для переоптимизации страниц. И они ни к чему хорошему не приводят. Я знал сайты, которые благодаря удалению вот таких вот страниц поднимались вверх. Они делали, просто удаляли, редиректили на те страницы, которые не являлись так называемыми интентными дублями. То есть дубли намерений. Потому что по факту они создают, допустим, 15 страниц, которые посвящены одному и тому же. То есть реально это все может сделать одна и та же страница услуги. И таким образом удаление и редирект на эти страницы решали большинство проблем. Правильно прописанная страница услуги работала гораздо лучше, чем 15 ее копий. Поэтому создание контента чисто под SEO, оно однозначно провальная стратегия, которая ведет в никуда. И это тот фактор, который я бы в первую очередь обратил внимание. И самая главная проблема, на эти все страницы иногда пишется не очень качественный контент. И вот я хочу чуть-чуть рассказать про этот фактор, когда создается огромное количество контента, заточенное под ключи. Например, статьи, которые берутся из чужих источников. Но я хочу по этому поводу передать слово Анатолию. Следующим вопросом давайте обсудим, как необходимо создавать контент. И тут огромная ошибка многих, что они дают эту работу копирайтерам. Копирайтеры, я вам скажу, они появились вместе с SEO. Потому что на первом этапе поисковик не понимал контент. Он не понимал действительно качественный, он не качественный. Он просто сканировал, смотрел количество там ключевых слов. И тут появились копирайтеры, которые научились включать не меньше 5% ключевых слов, включать много ключевых слов. И, соответственно, Google, Яндекс начал понимать, что этот контент соответствует ключевым словам и начал его ранжировать. Но впоследствии Google улучшил свой механизм. И это показывает множество исследований и Симраша, и HRSA в том, что множество контентов в топ-10 вообще не имеет никаких ключевых слов в контенте. Почему? Потому что он понимает синонимы, многие слова образования, соответствия. Сегодня ключи необходимо вставлять только в title description, потому что люди, когда вводят свое ключевое слово, они должны увидеть соответствие. Title description. Это единственное место, где действительно важно. Вы можете еще по старой школе SEO включить первые 100 слов. Потому что, включая там, есть определенный процент пользователей, которые также сканируют вступление. Вначале. То есть, они думают, буду я это читать или нет. Бац, просканировал. Ой, есть ключевое слово. Наверное, соответствует, буду читать. Это еще работает. Но дальше специально, суррогатно включать в контент этого не делайте. То есть, создавайте какой-то классный контент. И проблема копирайтера в том, что они практически не понимают тему. И копирайтеры что делают? Они заходят в топ-10, они находят какой-то контент, они его рерайтят без понимания темы. И это полный мусор, это ерунда, это вообще не работает. Вот, к примеру, дайте мне написать текст про гоночные автомобили или там про железобетон или прочее. Я напишу полную чушь, я не знаю этой темы, я не разбираюсь. Только специалисты, эксперты могут создать классный контент. Это все равно, что врач, который там 10 лет практики, 7 лет образования, множество сертификатов, курсов, будет создавать какой-то там контент по, я не знаю, там по туризму. То есть, если он не ездит, не катается по странам, он не создаст классный контент. А если копирайтер будет писать про медицину, не имея никаких знаний, что он сделает? Он зайдет, отрерайтит, это будет полный мусор, это только нанесет вред людям. И сегодня Google начал эти моменты проверять. И каким образом? Лучше пусть напишет эксперт, которого меньше опыта и знаний по написанию текстов. Но он знает, про что он пишет, он не будет писать чушь. Он будет писать действительно полезные элементы, которые действительно важны. Поэтому по медицинской тематике лучше пусть напишет врач. Хуже, чем копирайтер со знанием написания текстов. Но это полезно, и люди это видят. Они хотят прочитать текст от врача, если они заболели. Кто хочет посвятить лечение какому-то копирайтеру, который даже не понимает, про что он пишет. Мы так же само столкнулись с этим в нашем блоге. Еще много лет назад мы давали написание контента копирайтерам. Просто даже брали, которые рерайтили, контент особо не понимали темы. Вообще не ранжируется, никаким образом. Мы потом начали писать сами. Я вам скажу даже больше. Если вы поручаете специалисту написать контент для вашего сайта какому-то удаленному, который знает вашу тему, но делать это ради ценника, ради денег, я вам скажу, вы тоже качество не получите. Человек должен быть заинтересован. Знаете, почему журналисты хорошо работают? Потому что он знает, что если он напишет классную статью, люди будут читать. Ему журнал предложит больше гонорар. Ему заплатят больше за это денег. Дайте эксперту время. Не говорите, напиши мне количество символов, это будет стоить столько-то. Когда дают такую задачу, люди начинают лить воду, они начинают пихать туда. Важно качество. Оцените время. Напишет он за день тысячу слов, 500 слов, 300 слов. Это не играет роль, а важно, чтобы он создал качество. Тот же самый журналист. Он может одну статью писать неделю, может месяц писать, но он напишет какое-то классное исследование, которое множество людей прочитает и получит результаты. Не оценивайте в количестве, забудьте про это. Писать должен эксперт, эксперт, который интересно создать что-то новое, полезное, а не ради ценника, и забудьте про количество, написать столько, сколько необходимо. Ну, а мы переходим к следующему вопросу. Ну, и мы переходим, как говорится, к следующему фактору. Не едиными текстами, как говорится, в силу одна проблема, не в единых тайтлах. Я часто провожу вебинары, и сайты, которые приходят к нам на вебинары, они разные. Есть сайты, у которых недостаточно контента, а есть сайты, у которых, как говорится, все, все перегружено. То есть контент, имеется не текстовая часть, а все элементы, перегружены полноценно. Где может быть перегруз? Например, у интернет-магазина, когда в меню каталога вываливается огромная портянка с кучей списков категорий. Это плохо. Почему? Потому что визуально люди умеют считать до 9-10. Вот визуально мы прекрасно отличаем вот такое количество элементов. Если их гораздо больше, если там в три ряда категорий, то нам это неудобно. Заметьте, что самые топовые интернет-магазины, у них категории вываливаются поэтапно и небольшими блоками. Почему это так сделано? Потому что они знают, что человек, допустим, зайдет в бытовую технику, откроет там отдельный подраздел и потом найдет свои холодильники. Если ему вывалить все сразу, он свои холодильники не найдет. Ему будет попросту неудобно искать. Поэтому первое, где проверяется перегруз, это, конечно же, рубрикатор, если это интернет-магазин. Затем ненужными элементами являются лишние страницы на сайте, которые непонятно зачем сделаны. Есть, не спорю, служебные страницы. Я говорю, что они важны. Это как политика конфиденциальности, обработка персональных данных. Без заключенного юридического... Это так называемые юридические документы, без них нельзя. Но вот когда создают личный кабинет на сайтах, где он не нужен, корзину на сайтах услуг, это мусор, который астовизм, который, ну, не знаю, зачем разработчики внедряли, он явно является лишним. Третьим лишним элементом является видео. Да, странно, видео как раз вот там, где оно не нужно, неуместно посреди экрана, оно мешает, а не помогает продавать. Учтите, очень важен пользовательский интент. Если он заходит на ваш сайт, он должен видеть четко, о чем страница, как с первого экрана с ней связаться. Но если его встречает огромное видео, он-то ему не понравится. Но я часто вижу такие ситуации, когда присылают сайты, и у них есть огромный видеоэлемент. Как от этого избавиться от перегруза? В первую очередь нужно анализировать конкурентов. Нужно анализировать дизайн конкурентов, дизайн страниц. Берете ваш запрос, вбиваете в выдачу, сканируете все страницы в выдаче, фотографируете чуть ли не все страницы, вот скрины делаете всех страниц, и уже изучаете и создаете ТЗ на дизайн конкретной страницы. Выделяете те элементы, которые встречаются в топ, как минимум, 5 страниц. Я не беру топ-10, топ-10 может попадать ерунда. В топ-5 можете встретить действительно отличные страницы. Да, офф-топик пролетал самолет. И, конечно же, происсканировав все страницы, вы увидите, какие элементы явно нужны, а какие, скорее всего, вам точно не нужны. Посмотрите на свой сайт, и методом исключений будете вычеркивать все, что вы внедрили, явно мусорное. Простой метод, который помогает привести ваш сайт в порядок. И мы переходим к следующему вопросу. Итак, к следующим вопросам давайте обсудим, сколько необходимо писать, потому что меня часто это спрашивают. Сколько необходимо контента на страницу? 500 слов, 1000 слов, 2000 слов, некоторые там 10 тысяч слов. На самом-то деле забудьте про количество. Самое важное написать столько, сколько надо. Google уже много раз подчеркивал, Джон Мюллер, в своих трансляциях о том, что необходимо писать столько, сколько надо. И у них даже нет алгоритма, который считает количество слов на странице. Представьте вот пользователей. Вот вы, в том числе, как и ваши клиенты, посетители сайта, они точно такие же пользователи. У них нет времени читать множество контента. Им это неинтересно. Если бы они могли это все просто взять, телепортируя свой мозг, не тратя время, они бы это сделали. Но, к сожалению, это не получается. Необходимо действительно читать. То есть ваша задача дать только необходимую информацию, которая соответствует намерению пользователя. Если вы это сделаете кратко и быстро, это будет супер. Значит, вы помогли. И очень много контента, который действительно, небольшой контент, их классно ранжируется. Потому что пользователю не надо длинные ответы. Некоторые контент требуют действительно больших ответов. Это туториалы, гайды, к примеру. Там наша статья о продвижении в YouTube хорошо ранжируется. Она огромная. Но тут на самом-то деле так быстро не расскажешь, как продвинуться в YouTube быстро и четко. Да, действительно, необходимо потратить время. То же самое про множество другого контента. Поэтому, когда мы создаем какой-то контент, мы смотрим, какой контент ранжируется. Смотрим примерно его длину. Мы даже вот в нашем туле, веб-сайт аудит, мы оцениваем количество слов на странице. С какой цели? Чтобы посмотреть, какой контент у конкурентов, какая у них длина и примерно подумать, как в эту длину вместить в этот контент. Знаете, какая работа редактора? Он берет какой-то текст и убирает все лишнее. Как скульптор. Он берет камень, он убирает все лишнее. Он оставляет только необходимо. Поэтому вы можете написать какой-то длинный текст и поубирать все лишнее. Ставить действительно полезную информацию. Это то, что сегодня работает. Забудьте про длину. Думайте, вы дали задачу какому-то копирайтеру, эксперту. Пусть он напишет столько, сколько он считает нужным для ответа на этот вопрос. Очень часто вы работаете с клиентами. Общаетесь по телефону, по e-mail. Они задают вам вопросы. Вы знаете, что они интересуются. Возьмите, посмотрите LCI-ключи. Там тоже задаются вопросы. Дайте ответы, но не пытайтесь раздуть это. Если вопрос того требует, конечно, раздувайте. Потому что это требует. Сам пользователь этого хочет. Детальной, полной информации. Поэтому тут важно именно не писать количество, а столько, сколько надо. Мы переходим к следующему вопросу. Ну, конечно же, следующим фактором, прежде чем вы будете писать текст, вы должны понять, какая структура у вас сайта будет. Потому что если вы создаете сайт, не продумали для него структуру, то, как говорится, привлекаете SEO-шника после создания сайта, то, как говорится, у вашего сайта большие проблемы на ближайшие полгода точно. Потому что вам придется исправлять то, что наворотили программисты, исправлять то, что наворотили вы сами без знаний SEO, не продумав полноценную структуру для вашего ресурса. Например, вы должны четко понимать, какая у вас будет главная страница. Если у вас коммерческий сайт, интернет-магазин, то вы должны четко продумать рубрикатор каталогов, все элементы, все фильтры этого каталога, методы нарезки товарной матрицы. Все это вы должны продумать, изучив конкурентов, семантику и свой, конечно же, товарный ассортимент, который вы планируете продавать. Если же вы сайт услуг, четко подумайте, какие услуги вы оказываете, выпишите эти услуги, составьте некую майндкарту, одна услуга, одна страница. И следует это помнить, что одна услуга, на одну услугу не надо делать пять страниц, одна услуга, одна страница, на которую вы будете вести трафик. Это легко проверить. Попробуйте завести контекстную рекламу на свой сайт, и вы поймете, сколько вам реально страниц нужно. Скажите, ой, мне идут клиенты на шкафе, а я продаю кухню. Поэтому надо сделать две страницы, одну под шкафе, другую под кухню. Логично, потому что это и есть, собственно, разделение по услугам, по структуре. Поэтому структуру нужно обязательно продумывать детально. И третий момент, когда вы продумываете структуру, вы должны учитывать, что у вас есть контент нескольких направлений. У вас есть коммерческий контент, у вас есть служебный контент и у вас есть информационный контент. Я по поводу служебного контента говорю, что существуют страницы, которые являются важными. Это о компании, это контакты, это, допустим, страничка вакансий, это, допустим, страничка популярная вопрос-ответ, которая, допустим, база знаний вашего ресурса, то есть как пользоваться вашим ресурсом, допустим, условия доставки, условия оплаты, гарантий, страничка для поставщиков, страничка дилеров. Это являются такие некоммерческими и не информационными статьями, это служебные. Их тоже нужно учитывать в структуре. У них должно быть свое место в подвале, у них должен быть свой контент. Его тоже нужно написать. И уж точно не рерайтер, который вам будет его писать. Это нужно писать сотрудникам и компании, текст должен быть там выверен и ничего лишнего. Страничка о компании должна представлять вас, она должна быть вашей презентацией, кто вы такой, что вы собой представляете. Если у вас есть магазин, покажите, что у вас есть свой магазин, создайте под него отдельную страничку с фотографиями магазина, как к нему проехать, кто работает, как позвонить в этот конкретный магазин. И, допустим, можно показать фотографии вашего там ассортимента товаров, как выложен этот магазин внутри. Интерьерчик показать и персонал можно магазина даже сфотографировать. Да, это все служебные страницы. Коммерческими страницами не буду говорить, там все со структурой понятно. Изучаем интент, изучаем дизайн, внедряем ничего лишнего. Информационные страницы – это блог, это базы знаний, это справочники, это новостной раздел. У каждых страниц свои подходы к созданию. Коммерческие страницы, там не используются методы, там используются правильные микроразметки. Напоминаю, для блога это микроразметка «Артикл», для новостных статей это микроразметка схемы «Орг» «Ньюз Артикл», для базы знаний это «Факпейдж» мы используем, для блога мы используем «Квешен Ансор» микроразметку, такая специализированная микроразметка, которая используется для одного вопроса и множества ответов. И следует помнить, если же вы не будете учитывать эти моменты, у вас будут серьезные проблемы в продвижении. И для всех статей обязательно, для Яндекса обязательно ставим для главного изображения схема «Орг» и «Имидж Обжект», иначе у вас не будет красивой картинки в выдаче. И вот эти элементы, когда вы продумываете структуру, вы должны сразу прописать, эта страница такая, у нее ТЗ на создание такое, эта страница такая, у нее ТЗ на создание такое. Если вам нужны такие детализированные ТЗ, вы знаете, к кому обратиться и не забывайте об этом нам написать. Как написать нам, ссылочка для контактов я оставлю в описании этого ролика. А мы переходим к следующему вопросу. Следующим вопросом я бы хотел обсудить популярную русскую поговорку «Не бегите за двумя зайцами». Это огромная ошибка, которую я вижу очень часто. Многие пытаются продвинуть практически все страницы, которые у них есть на сайте. Или просто огромное количество страниц. Не делайте этого. Множество сайтов имеют трафик по нескольким всего лишь страницам. И здесь очень хорошо работает принцип Паретта, где 20% страниц дает 80% трафика. У вас есть эти 20% страниц. Или у вас есть какие-то парочку страниц. Возьмите и продвигайте именно те страницы, которые действительно дают трафику. К примеру, у нас множество статей, там больше 100 статей. Но реально основной трафик мы получаем с 10 статей. Потому что мы не пытаемся охватить все. Мы знаем, здесь проще, здесь конкуренция ниже, здесь есть интерес пользователей. И мы продвигаем. Те, кто пытаются продвинуть в рамках ограниченного бюджета огромное количество страниц, они просто ничего не продвигают или получают какой-то очень маленький трафик. Когда же вы реально смотрите на вещи и понимаете, вместо 100 страниц я продвину 5, эти 5 страниц дадут мне трафик, вы реально получаете результат, чем когда просто пытаетесь охватить все и вообще никакого результата не видите. Я вам скажу, множество проектов 5 лет вообще не видят трафика, потому что они пытаются, я не знаю, я продвигаю все, все, все. С каким-то очень минимальным бюджетом. Он пытается продвинуть и подвинуть какие-то известные интернет-магазины, большие сайты, у которых огромная популярность, известность. Не делайте этого, выберите приоритеты. Поэтому мы используем эту стратегию тонкого контента. Мы смотрим, где конкуренты слабые. Вот знаете, в чем основная проблема практически любого анализа? В том, что анализируются конкуренты, смотрятся их методы и пытаются их подвинуть их же методами. Но проблема в том, что конкуренты в топе, они акцентировали внимание там, где они сильные. То есть они продвинули свои сильные стороны. Зачем многие пытаются подвинуть их по сильным сторонам? Наоборот, использовать их слабые стороны. Вы должны найти там, где они берут трафик со слабым контентом или какой-то устаревшей информацией. Найдите это. Создайте намного лучше, более современную информацию и продвигайтесь. Мы для этого используем HRF и множество других инструментов. Обязательно вручную надо зайти, перепроверить контент в топе, подумать, как вы можете создать что-то лучше и продвинуть какое-то небольшое количество страниц в рамках ограниченного бюджета, чем пытаться просто охватить все. И здесь поговорка, не беги за двумя зайцами, просто максимально актуальная. Ну и мы переходим к следующему вопросу. И последний пункт, конечно же, не забывайте о скорости загрузки. Парадоксально, пока я записывал этот момент, я заметил, как застряла одна машина, не учила скорость загрузки. Да, но на самом деле, создавая сайт, создавая дизайн, создавая контент, устанавливая все кнопочки, скрипты, которые вы все подсмотрели у конкурента, вы должны понимать, что все, как говорится, есть такой хороший анекдот. Я вот его знаю, типа вот мы создали самолет, в котором есть баня, сауна, боулинг, все что угодно, а теперь давайте помолимся, чтобы мы на этом все взлетели. Ну, что-то вроде этого, когда создаются сайты, которые перегружены и не открываются на мобильных устройствах, и с этим будут большие проблемы у всех. Поэтому про скорость загрузки забывать нельзя. Не стоит забывать, что Яндекс очень хитрый поисковик, он прекрасно понимает, что сайты, которые у него в выдаче в топе, они медленные. Он обошел этот трюк по-другому, он создал турбо-страницы. И турбо-страницы создал я в прошлом видео, которое вот сейчас уже снято, и оно сейчас в монтаже. Я рассказал про то, как это делается. Турбо-страницы – это метод такого лайфхака, чтобы ваш сайт открывался даже, извините меня, на скороварке. Почему? Потому что там создается своеобразная такая вот урезанная версия страницы, на которой есть только контент. И они сделали турбо-страницы для статей, и недавно выкатили турбо-страницы для интернет-магазинов с корзиной, со всеми элементами как надо. То есть, такие вот своеобразные лайфхак для того, чтобы у вас не было проблем со скоростью. Как это сделать? Заходите в веб-мастер, читаете документацию, создаете фиды соответствующие, и подключаете турбо-странички, и радуетесь жизни. То есть, и можете хотя бы в Яндексе быть спокойны, что у вас со скоростью проблем не будет. Как быть с Гуглом? У Гугла есть AMP, но AMP годится только для контентных страниц. Для интернет-магазина AMP абсолютно не подходит. Поэтому единственный вариант у вас, это, конечно же, правильная адаптивная верстка и быстрая скорость загрузки на мобильных устройствах. И здесь, конечно же, помогает такой классный сервис, как PageSpeed. PageSpeed, конечно, очень хорош тем, что он показывает много всего, но у него есть один жирный минус. Он показывает только одну страницу. Для того, чтобы посмотреть весь сайт, вам нужно покупать дорогой Screaming Frog. Он дорогой. На самом деле, его раздобыть довольно трудно, и ломанный функционал такой не имеет. И в Screaming Frog есть функция, да, можно проанализировать все страницы по PageSpeed. Мы же решили пойти навстречу и создаем тул, в котором вы сможете это анализировать массово на своем сайте, проверить страницы, у которых проблемный PageSpeed, выловить ключевые ошибки, и мы анонсируем, и возможность даже скачать соответствующие отчеты для программиста, чтобы он знал, на какой странице какие ошибки исправлять. Это у нас анонсировано, мы это будем внедрять, и это пригодится. Мы такой сделаем удар ниже пояса самому Screaming Frog. И здесь я бы хотел подчеркнуть, что скорость загрузки, она важна везде. Это может быть и на десктопе. И на десктопе тоже я видел сайты, которые еле открываются. Когда подключается видеоэлемент, который не нужен, когда подключается тяжелая картинка, которую забыли сжать. Когда запускаются скрипты, которые конфликтуют друг с другом. Например, в Украине заблокирован Яндекс, и если вы Яндекс.Метрику поставили в код сайта, у вас серьезные проблемы с загрузкой. Лайфхак Google Tag Manager. Соберите все счетчики в Google Tag Manager, у вас не будет никаких тормозов. У нас стоят сейчас на сайте счетчик ВКонтакте, счетчик Яндекс.Метрики, счетчик Яндекс.Вебмастера. Никаких проблем. Все это собрано непосредственно в Google Tag Manager. Все эти теги собраны там. И никаких проблем с загрузкой сайта нет. Поэтому находите способы, как облегчить загрузку сайта. Сканируйте сайт постоянно. Да, потому что у PageSpeed есть одна особенность. Его делают один раз и потом больше не исправляют. Нет, это вранье. Нужно постоянно исправлять. Постоянно тестировать сайт на скорость. И, конечно же, вот этот фактор ранжирования, который никто не учитывает. Мы закладываем, условно говоря, в сотрудничество с клиентами постоянно. Анализ скорости загрузки. Это является у нас неким must-have приоритетом, который мы делаем буквально чуть ли не каждые два месяца по проекту. Почему каждые два месяца нормально? Потому что за два месяца в целом обновляется статистика по PageSpeed полностью. То есть она кардинально меняется. Следует помнить, что 20% данных это синтетический тест, 80% данных это пользовательский тест. Делать его каждый месяц бесполезно, потому что вы его сделали, его исправляют полтора месяца. Поэтому оптимальный вариант раз в два месяца делать полный технический аудит ресурса и тестировать скорость загрузки. Ну и мы переходим к выводам. И это все на сегодня. Ребята, подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. И нам интересно об этом новом формате, который мы снимаем здесь в Одессе на Куяльнике. Кстати, приезжайте сюда, оздоравливайтесь. Здесь соленая вода. Если вы тут неделю покупаетесь в этой водичке, множество болячек у вас просто уйдет. И не надо ехать ни на какое мертвое море. И до новых встреч!